Всем привет! Вот опять новое утро. Как дежавю такие, что-то одинаковые утра пошли. Холодно, всё, я в свитере уже, в общем, в тёплых носках. Ой, так, ну что? Собачата сытые, наелись. Надеюсь, никуда не пошли баловаться. Надеюсь, что спят, потому что погода пасмурная. У меня опять дождь написан до вечера, пока его нету. Что у нас хорошего? Сегодня попробую ягоды на свири продавать. Сейчас поеду первый раз. Не знаю, насколько получится. Там все уже профессионалы. Продам что-нибудь, не продам. Запрос отправила в администрацию по стерилизации собачат. Вот сейчас жду, должны перезвонить. Жду звонка. Написала в подслужку в нашу местную. Может быть, кто-нибудь приедет помочь мне будки сделать серому с рыжим. Потому что надо же их как-то организовать, это дело. Надо же как-то, чтобы их придержать. Как их на стерилизацию-то будут забирать? Откуда-то ведь должны их забрать. Может быть, еще и Бимочку заберут. Ну, посмотрим. Хорошо бы всех забрали, всех вернули. Конечно, не знаю, как они их там, блин, придерживать будут бедных. В общем, вообще процесс не знаю. Жду пока перезвонят, чтобы мне все это рассказали. И нужен такой загородочку, в общем, их сколотить. Будки в сарайке сколотить, чтобы им комфортненько потом было куда вернуться. В общем, буду надеяться, что пройдет все гладко. Ну, хотя... Кто будет подстраиваться под мое расписание, гладко-негладко? Как они там, эти бедные собачата, будут от наркоза отходить? Как это все тоже? Неизвестно. Ну, надеюсь, что если их кастрируют, они меньше по свадьбам будут бегать. Немножко подуспокоиться, может. Ну, в общем, посмотрим, как пойдет. Вот, еще хорошо бы на них ошейники, конечно, нацепить. Так, что еще? Ну, что-то как-то дел. Дел. Все прибавляется, прибавляется. И на цветы вообще все меньше остается. Уже, по-моему, у меня нет шансов что-то достроить в этом году. Сейчас еще как представлю. В общем, меня послали на УЗИ всего. Не знаю, как это все запишется, как это все. До Ладейнова надо еще доехать. Надеюсь, что запишусь в какой-нибудь подружке на выходной, и она поможет мне там порулить. УЗИ щитовидки, УЗИ брюшной полости, почек. Вен, ног, короче. Что-то там такой список всяких УЗИ. И всяких, короче. В общем, пора мне брать блокнот и записывать себе расписание, в какой день мне куда, кому. Потому что голова что-то не очень соображает. Сейчас вот померила. Утром таблеток напилась. Сейчас мне показывает, что у меня хорошее давление. А я же чувствую, что нехорошее. В общем, вроде аппарат ничего такой работает. Нормально. Может, у китайцев свое давление там какое-то. Нам русским не подходит. Может, для измерения. Потому что все равно голова мутная. С учетом того, что сколько я таблеток выпила для мозга, капельницы уколов сделала, я должна сейчас вообще как Эйнштейн головой работать. А соображалочка не очень. Не очень. Ну, потому что вчера я опять фары не выключила. Почему-то. Почему-то. То же самое сегодня утро, как и вчера. Замерла такая. Жду. Пойдет дождь, не пойдет. Все черное и без дождя. В общем, либо в любую секунду ливанет, либо что. В общем, непонятно. А, вчера вечером я начала лежанку разбирать. Вот. Я начала потихонечку разбирать лежанку. Я же не могу ничего вовремя сделать. Как начнется зима, я начну дрова пилить. Как всхолоднуло, я начинаю думать о том, что пора печку перебирать. Не вписываюсь в расписание никак. Ну, вот так все. Все потихонечку. И, наверное, сегодня я еще наварю кучу варенья. По чернике вчера и сегодня никто не звонил. Уже набралось маленечко. Надо сварить, да. Сварить вареницы. Может быть, люди даже варенье ленятся варить. Ну, как бы даже чернику свежую не покупают, потому что лень варить варенье. Может быть, готовое кому-то уже надо будет. Так, я пока продала из варенья 2 литра. Это из тех, кто заказал варить. Посмотрим. В общем, что-то одновременно надо дофига чего варить. Огурцы мариновать. И все это. А я просто хочу спатеньки. Приехала на сверь. Видите? Жду. Жду. Я вернулась домой. А мама тут утопает в клубничной грядке. Утопает. Да. Вот. Все собирает. Остановиться не может, не может. Да, и мы опять передаём привет Елене Михайловне. Спасибо большое за земляничку. Да, прямо всё. Мы в неё все влюблены. И собираем, и собираем. И вот день через день она всё зреет. И цветёт, и зреет. И из междуряди не будем выпалывать. Пусть она там тоже зреет. Да, из междуряди, куда пошли усы. Вот они идут, идут усы. Вот ус укоренился. И бац, и ягодку тут же дал, и тут же её можно съесть. Не кондитция получилась. Красота. И ещё вот там мамы вижу в блюдечке ремонтантная земляника, которая безусая. Ну что, первый мой опыт торговли до свири. В общем, ну, все умеют, я не умею, как всегда. Продала только два ведёрочка. Так, цены какие? Значит, двухлитровая ведёрочка по тысяче рублей все продают. У меня никто не захотел брать по тысяче. И мне взяли два ведёрочка по 800. Те, кто заезжал покупать по тысяче у других. Вот типа, как это, типа того. Вот. И вот я вернулась домой. Вот такой у меня первый опыт торговли у поезда был. Поезд постоял немножко, люди вышли, забёрзли, пошли обратно, и всё, и люди кончились, и я поехала домой, и всё. Вся торговля. Ну, а люди там стоят, да, целый день. Поезда редко ходят, сейчас будет через час, потом через три, в общем, как-то это, что-то там как-то расписание такое. Вот они там целый день ведь стоят-то. Ну, не очень прикольно. Ну, молодцы женщины вообще. и пирожки напекли, и готовых обедов понаделали в контейнерах, и чё там только нету. На любой вкус выходи, и даже мороженку сейчас вот тоже до сих пор продают, так что люди выходят, такие, где мороженка, где мороженка? Я говорю, вон там у женщины мороженка. И это прям... Ну, я бы, наверное... Да. Если без подсказки, я бы, наверное, не додумалась собрать мороженку, потом её заморозить, а потом размороженно продавать. В общем, у меня фантазии, наверное, не хватило. Моя фантазия кончилась бы вареньем, в общем. Ну, вот у нас времечко настало, что у нас YouTube перестаёт работать потихоньку. У меня ещё работает, но сегодня уже начало сообщение получать, что всё, не могут ролики посмотреть, поэтому что? Кто смотрит? Сейчас, не знаю, может быть, ещё сколько-то поснимаю, сколько-то... В общем, подписывайтесь на Дзен, Яндекс Дзен. Там у меня тоже одноимённый канал, тоже Госпожа Деревня называется, и меня можно будет увидеть там. Дзен нам хотя бы платит, поэтому каждый ваш просмотр будет вкусняшка собакам. Вот. Можете не смотреть, просто включить ролик, пусть он идёт. Зато Дзен нам даст на вкусняшечку. Вот так вот будем подкармливать собачек понемножечку, чтобы они жирок чуть-чуть нагуляли к зиме. И если YouTube не восстановится, то временно или как-нибудь, в общем, совсем на Дзен перейду. Я туда давно не снимала, но, скорее всего, продолжу снимать туда. Это будет выгоднее мне, так что подписывайтесь на другой канал, госпожа Деревня. Мне будет выгоднее, да, просто не люблю Дзен, потому что тяжело. Ролики грузятся туда, и я с ним не дружу совершенно. Бывает, что у меня целый день ролик грузит, а потом говорит, не хочу грузить, всё отменяет, короче, в общем, мы с ним не можем никак подружиться, поэтому я его ой, так, в подвешенном состоянии, на балансе держу. Ну, если сейчас вот сколько, сколько-нибудь постоянных моих смотрителей будут жаловаться, что им больше ничего не увидеть в Ютубе, я перейду на Дзен тогда целиком, пока в Ютубе всё не наладится. В общем, как-то так, наверное, будет, скорее всего. Так что, пожалуйста, подписывайтесь на Дзен, там подписчиков у меня мало, всего там 300 с копейками, пусть нас там будет много, и мы будем много-много собачек держать сытыми и со вкусняшками. Так что, всё, что на Дзене заработаем, пойдём собачка пойдёт на всякие там куриные головы, куриные лапки и всякие там не очень дорогие мясные штуки, потому что на дорогие мы ещё не зарабатываем. Вот так вот. Вот, хоть повод, скажи, к козе зайти, да? Давно, мамка, на стройке не была, давно, да. Скажи, рядом в грядке тут копалась? Да, всё, почему? Ну-ка, коза, скажи, мы, Нине, Павловне, скажи, передаём спасибо и привет большой, да? Скажи, потому что Дианка сейчас лилии сажала рядом в грядке, сажала, скажи, и тут, скажи, мы так жалобно смотрели, что вот наконец-то нас зашли, скажи, благодаря вам, да, сюда погладить, погладить, пообщаться. Коза всё вот за карман дёргает. Говорит, что, вкусняшек в карман не взяла никаких, да? Ой, ты бедная коза-то, соскучала вся. Что? Ну, я знаю, да, я построила забор, теперь с вами не пасусь, и вы очень скучаете. Да, очень прямо вот и страдались все, все и страдались. Ой, ну что, вот кирпичи сюда перекидываю, которые нахожу где-нибудь, потом отберу их, отмою, и думаю, какие-нибудь сгодятся. Шифер мой натасканный, резиновый, ой, а стройка-то встала, малость встала, да. Ох-ох-ой, а зашла я вообще коза ещё по причине, да, по причине. Мы сейчас соберём все наши лестницы в кучу, а дядя-электрик придёт к нам когда, и посмотрит, сможет ли он на какой-нибудь из наших, так сказать, лестниц, да, безопасно залезать. Да, заценит, скажет, годятся лестницы или не годятся. Правда? Вы же тут не раздолбали их, пока я сюда не заходила, да? Тоски вот уже заросли травой. Сколько меня тут не было. Месяца точно не было. Ну что, я всё продолжаю сейчас между, когда мне никуда не надо, врывается какой-то часик, я продолжаю переносить на овощные грядки цветы. Так что надеюсь, что с этой стороны у меня тоже будет очень даже ничего в следующем году. Да, кузеньки? Да, скази, мы будем пробираться в забор и цветы твои откушивать головки все, и ты опять не увидишь, как цветет, каким цветом. Правда? Да. Ага. Вот-то ладненькие какие. Ну что, смотрите, тут собственная хатка, собственная, вот смотрите, лужайка, самостоятельный образ жизни. Хочешь, гуляй, не надо мамку звать. Да, можно гулять и мамку отовсюду видать. Угу. Да, козуни? Очень даже хорошо, да? Кусай из меня за палец, да? Ой, все боятся, все боятся, когда козы так кусают. Все говорят, ой, страшно, откусит палец. Ой, откусит коза палец-то, господи. Ну что, нам обещали, да, будет жених в этом году у вас. Да, да тыся, наконец-то, да, всем замуж, всем замуж, да, срочно, срочно. Так, козунички, все, пятиминутный перерыв, ищем, идем лесенку, давайте. Хорошо, что тучи черные ходят, но дождик нас не выгоняет. Ну, уж раз зашла, сейчас лестницы оттуда все утащу. Одни у нас все-таки так и обещают до сих пор, дождливые, и я сейчас все-таки замажу козе, трещины на сарайке на крыше, там, где у нас ураганом срывало весь рубероид, любимой моей смесью, вдруг, кто еще не слышал, сейчас я в бензине растворю пенопласт, кидайте пенопласт в баночку с бензином, получается густой гель такой, можно замазать, на андулине я замазывала дырочки от гвоздей, и вот сейчас буду в рубероиде трещинки замазывать, он быстренько застывает, такая масса густая получается, в общем, замечательная штука, пользуйтесь, кто не пробовал, попробуйте обязательно, я ей однажды, правда, неправильно сделала, даже в железной бочке замазывала дырки, но там нужно было все-таки ставить еще как бы заплатку на нее какую-то, ну, я так это первый раз, когда пробовала, то есть, теоретически, даже можно вот какие-то такие работы проводить, если там маленькие дырочки где-то прохудились, вот, и с обеих сторон, конечно, желательно и заплатку снаружи, изнутри сделать, поверх вот этого вот клея, но высыхает намертво, получается, как такой, не знаю, смола, пластмасса или что-то такое вот на ощупь твердое, стекловидное, в общем, такое, то, что всегда можно под рукой что-то замазать, починить в деревне и никуда не ездить, магазин заклеим, шикарная штука. Сейчас попробую снять процесс этот вот бензин, баночка, бензинчик, шипит, пенопластик и весь расплавляется. Вот, следующий пенопластик кладем, еще пенопластик. Так, видите, такой густой становится, жижий. Ну, кстати, разные сорта пенопласта по-разному плавятся. это тоже было как-то замечено. Видите, он прям тает, как сахарок в чаю. Жик, и вот так вот до нужной консистенции буду пихать туда пенопластинки. Сейчас, пока это вот жижа такая расплавилась, такой жидкий кусок пенопласты там такой получился. Сейчас еще немножко. Фу, как будто в кислоте растворяется что-то. Фильм ужасов, наверное, так снимает. Вот он там плавится, плавится, получается густая такая штучка намазывать. И вот опять мое кучерявое седое лицо. В общем, выгоняет дождик, все. Я пошла домой разбирать печку сейчас. Он так неприятно моросит, плюс мушки, в общем, как-то опять недовольная днем, опять нет результатов никаких так особо. В общем, туда-сюда и опять ну ладно, козе наконец-то чуть-чуть крышу подлатала. Но дождик выгнал, меня не хватило на крышу на сеновале. Ладно, займусь сейчас попробую печкой, посмотрим, пока там дела как-то очень странно. В общем, то ли я ее перегрела, то ли что, слишком, наверное, очень много топила. Кирпичи, я беру в руки кирпичи, они рассыпаются. Я надеюсь, что они будут такие старые хорошие советские кирпичи, так сказать, это не прошивешь ничем. Ну, такой вот я истопник, топлю по 10 часов без передышки печки. Вот, и в общем, что там у меня останется, на какую печурку, если из них сложить обратно, я не знаю. В общем, короче, сейчас буду там конструктором заниматься, со сборкой пазла такого кирпического. Вот, так что, Ниночке вполне привет, лилии все посажены, спасибо, огромное, все прямо хорошо мне влезло. Не знаю, сколько им понравится нагретки из-под лука, надеюсь, понравится. Сняла семейный лук сегодня и как раз туда, потому что такому количеству лилии у меня только пришло в голову, в общем, лук снять, места нету, нету, мне катастрофически не хватает места, я хочу, чтобы сруб вот этот рядом увезли и продали мне кусочек земли, который под срубом. Мне бы как раз его под грядочки было бы прекрасно. Не знаю, когда бы я их там полола или что, когда бы мне на это все время застелитесь, участок с панбондом, чтобы не полоть. Ну, сегодня у нас такой день, не поехали мы ни за ягодками, никуда не поехали. В общем, я одновременно сейчас что буду делать? С одной стороны на плитке варить варенье, а с другой стороны разбирать печку вот так вот. Буду стоять между двух огней. Ну, еще сегодня нужно чуть-чуть посолить огурцы. Тоже, тоже надо. Ну, ладно, посмотрим, что выйдет из всего этого моего замысла. Так что, сейчас пока вот две минуточки снимаю. Мама там мешает варенье, сейчас я иду к ней на смену. Руки у меня уже в саже, так что всем спокойной ноченьки. острый слухом, там, варенье, там, Продолжение следует...